Приветствую вас. Мне кажется, что в вашей семье есть ряд системных проблем, которые необходимо решать, которые необходимо обратить внимание. Проблемы никак абсолютно не связаны с тем, что мужчина не хочет на отдых ехать, и тем более это никак не связано с тем, что он, к примеру, не хочет с вами на отдых. То есть одно с другим, да, вообще никак не связано. Это то, что я хотел бы сразу определить. То, что вы считаете, что он не хочет с вами ехать на отдых, это уже немножко другое. Давайте разберем ваш текст, и уже по ходу текста я вам буду указывать на те проблемы, которые мне видятся. Планировали отпуск с мужем. Я съездил в агентство, и нам помогли подобрать туры. Видите, да, то, что первый момент, что вы съездили в агентство сами. То есть планировали вы отдых с мужем, а вот в агентство почему-то едете вы одна. Это как бы для мужчины, если он, скажем так, авторитарный, если он, скажем так, ну, сильно заботит о том, чтобы выглядеть в глазах своей женщины, да, лидером сильным. Для него это, соответственно, определенный урон, для него это негативное что-то. Может быть, он подумал, что вы все это делаете как бы для себя, что вы сами все решаете, и так далее. Вот. Ранее планировали поехать самостоятельно в Грузию, но из-за того, что поздно стали смотреть билеты дорогие, и на эту сумму можно устроить более приличный отдых. Если честно, вот смысл этой фразы для меня несколько неясен, потому что, если вы планировали поехать в Грузию, то что значит самостоятельно? Вы имеете ввиду самостоятельно без агентств? Хорошо. Но тогда возникает вопрос, если вы хотели поехать в Грузию, если вы планировали поехать в Грузию, то есть что такое планирование? Да, это заранее, заранее условиться о том, что, к примеру, через два-три месяца, да, мы будем делать то-то, 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 то-то. То или иное. Если вы планировали, то по какой причине вы пишите, что сейчас уже поздно? То есть поздно для чего? Поздно почему? Ну, непонятно. Также, вы стали смотреть дорогие билеты куда? Опять же, в Грузию. Как дороговизна билетов связана с тем, что поздно? Вы простите, я просто немножко не к теме. Вот. Ну, это не совсем, что касается психологии, но я полагаю, что для полнотой информации это было бы весна. Ладно. Вот. Далее вы пишите, на эту сумму можно устроить более приличный отдых. Знаете, более приличный отдых, это оценочное осуждение. То есть, с точки зрения, кого более приличный отдых можно устроить. Где можно устроить более приличный отдых? Понимаете? То есть, как бы, все зависит от места, куда вы поедете отдыхать, к примеру. Муж не очень любит летать. Вот, например, там, вы пишите, что муж не очень любит летать, да. Казалось бы мелочь, вы об этом говорите скользко, но по факту мы не имеем дело с страхом. Мы имеем дело со страхом, мы имеем дело с, скорее всего, фобией. То есть, эээ, иррациональным убеждением, что, к примеру, вот, летать на сумалете, да, это что-то такое ужасное, что-то такое, прям, плохое, страшное и так далее. Вот. А, фобия, она, эээ, как правило, как правило, эээ, человеку всегда для чего-то нужна. В данном случае мне видится, эээ, что вашему мужу фобия эта нужна для того, чтобы сохранять контроль. То есть, у меня такое ощущение, что мужчина, он склонен к тому, чтобы все контролировать, он склонен к тому, чтобы, эээ, ну, чтобы всем управлять. А, самолет, да, на котором, в теории он летит, эээ, это не то, чем можно управлять, к сожалению. И, именно по этой причине, эээ, я думаю, что он боится летать, потому что он боится потери контроля. Вот. Ну, потери контроля означают, что человек, эээ, постоянно чувствует себя не в безопасности. Потери контроля, эээ, страх потери контроля, и вообще, эээ, само понятие контроля как для кого-то здесь означает, что у мужчины нет ощущения безопасности, а значит, нет адекватных личных границ. Вот. Что, в принципе, он демонстрировать далее, исходя из вашего текста. Но! Здесь немножко другая, другая история. Эээ, то, что мужчина боится летать, вы, скорее всего, знали. Ну, вы знали заранее, что он боится летать. И, есть, момент, эээ, здесь. Принимаете ли вы его, такого, вот, боящегося, эээ, летать, эээ, на самолете? Принимаете ли вы его, такого, нежелающего летать на самолете? Принимаете ли вы его, такого, эээ, пытающегося выдать ээээ, свой страх ээээ, летать на самолете, эээ, и нежелание, собственно говоря, летать. За, к примеру, экономию. Вот, принимаете ли вы это? И, ибо то, что он боится, это особенность мужчины. Особенность человека. Многие люди боятся летать. Из-за этого даже, эээ, происходит очень сильное, на самом деле, влияние на человеческую жизнь. А, что он говорит? Давай поедем в Краснодарский край. Почему именно Краснодарский край? Я не против, но мы сказали, что снимем квартиру и сами будем готовить. Для меня это не отдых, я так целый день у плиты и на отдых, и на отдых, и я хочу отдыхать, а не готовить еду. Ну, Анна, эээ, здесь, эээ, с одной стороны, да, ээээ, смотрите. С одной стороны, если мужчина говорит, что снимем квартиру и сами будем готовить, то, заметьте, говорит, сами. Ну, если он хочет, будет готовить. То есть, вы, если не хотите готовить, не готовьте. Понимаете, какая история? А вы сами себя ставите в позицию жертву. То есть, вы говорите, я это каждый день у плиты, и я не хочу готовить на отдыхе. И, в общем-то, это ваше право. Ваше право не хотеть готовить на отдыхе. Но, если мужчина предлагает, и если вопрос еды единственный, то пусть не готовит сам. Я уверен, если вы не будете готовить, если вы просто скажете, я не готовлю, что он обязательно найдет выход. Это первое. Вы почему-то такой вариант не рассмотрели. Второе. Вы пишите, я так каждый день у плиты. А чем продиктован ваш выбор? Чем продиктована ваша позиция? Что вы и так каждый день у плиты? Вас кто-то заставляет каждый день у плиты? Ваш муж что, сам себе приготовить не может? Детей у вас нет, как я понял. Так по какой причине вы каждый день у плиты? Если вы этого хотите, если вы это делаете ради своего мужа, по идее вам должно это доставлять радость. Если вам это втягит, то то, что вы делаете это жертвенное поведение. Жертвенная позиция. Здесь уместно упомянуть треугольник Карпмана. Вы можете почитать о нем в интернете. Я полагаю, там несколько подробнее и лучше вы увидите свою позицию. Дальше, значит, на отдыхе, так, я ему это сказал. Хорошо. Правда, интересно, что вы сказали. Понимаете, то есть вы сказали, что я хочу отдыхать на отдыхе, готовить еду. Но по сути-то получается, что вы с мужчиной спорите, по сути-то получается, что вы конкурируете с ним. А нужно-то по-другому. И вот здесь, пожалуй, первая такая серьезная проблема, это то, что вы не отделяете, во-первых, себя от мужчины. То есть у вас нет границ личной ответственности. И второе, то что вы, ну, совершенно очевидно, находитесь в жертвенной позиции. И, ну, по факту не заботитесь о себе. По факту вы такое впечатление, что живете на износ. То есть вы не хотите стоять за плиты, к примеру, каждый день, но стоите. Из-за чего отношение к готовке у нас очень-очень негативное, судя по всему. Вот. То есть тут вот важна субъективная сторона. Почему я у плиты постоянно, каждый день? Как я к этому отношусь? Что меня двигает так поступать? Что для меня это значит? А как я хотела бы поступать в этой ситуации? Как я хотела бы и почему я так не поступаю? То есть что с чем противоречит? Совершенно очевидно, что здесь вот у вас есть противоречие. Причем не просто противоречие, но даже обида. То есть типа вот я и так каждый день у плиты, а он вот не ценит то, что я делаю. Ну а вы для чего это делаете? Вы зачем это делаете? Вы чего ожидаете в ответ? Через неделю на ровном месте у нас вспыхнул канал, чему послужило то, что он залез в мой телефон, прочитал переписку мою с моей мамой, где я посылал ей кучу картинок и она мне... Ну, Анна. Опять же, момент здесь такой, что... Скандал, если он вспыхивает, да, возникает по причине участия обоих партнеров. То есть предположим, муж хотел спровоцировать вас. Предположим, муж специально, ну, устроил скандал. Вот. Но вы-то ему ответили, получается, вы-то мужу ответили на его провокацию, вы-то сами скандалы вязались. У меня опять же к вам вопрос. А почему? По какой причине? Как так вышло, что вы вязали скандал? В итоге оказалось, что я маме пишу честно, чем нему, мне он не доверяет, как женщина не воспринимает, ничего не хочет и детей от меня и на отдых на мной. Здесь я бы сказал, что вы, вероятно, после свадьбы, а может быть еще и до нее, перестали вести себя как действительно женщина. Вы перестали быть самостоятельно и, возможно, слишком сильно вы начали полагаться на своего мужа. То есть слишком сильно вы начали на него опираться, слишком сильно стали в нем нуждаться, короче говоря, это, вероятно, и отдалило вашего мужа от вас. Потому что, опять же, здесь имеет место быть какое-то более глубокое недовольство вами. То есть, понимаете, это не просто какой-то скандал, это именно вот недовольство, то есть он не хочет от вас детей, то есть он не воспринимает вас как женщину и так далее. Но! Понимаете, какая история? Вопрос в том, как вы это воспринимаете? Вопрос в том, как вы воспринимаете это? Соответственно, если мужчина так говорит, значит, чем-то он не доволен, значит, что-то его не устраивает. И по идее, если вы его любите, по идее, если вы любите себя, вы посмотрите на то, что именно вы делаете не так. Вот. Смотрите. И тут нужно проанализировать другие моменты. Что вас объединяет, что между вами общего, есть ли у вас сексуальная жизнь, если есть такая, то насколько она удовлетворяет вас собой. Какие у него отношения с мамой? Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, мужчина очень, возможно, ревнует вас с мамой. То есть, как бы тоже говорит, с одной стороны, о его потребности в контроле и неудовлетворенности в плане безопасности. С другой стороны, в неуверенности в себе. Вопрос в том, понимаете вы это или нет. Нельзя исключать и третий вариант, что он просто как бы провоцирует, да, чтобы с вами не ехать на отдых, оправдывая, по сути, свою фобию полета. Вот. Значит, так. Сказал, что соберет вещи и съедет к родителям. Уже был такой прецедент. Не совсем понятно, какой именно был прецедент. То, что он сказал или то, что он съехал. Знаете, если человек говорит и не делает, то очень специальный симптом. С другой стороны, если мужчина вас подобным образом шантажирует, то это тоже, в общем-то, мало свидетельствует о том, что он относится к вам искренне. С другой стороны, если такой прецедент уже был и вы позволили ему быть и прецедент повторяется, значит, скорее всего, это будет происходить и дальше. И это, в общем-то, говорит о том, что вы ему спускаете подобное поведение, позволяете ему, видимо, так всегда вести, что, в свою очередь, говорит о вашей мотивации так поступать. То есть, вы почему-то позволяете ему вам угрожать, шантажировать вас, к примеру, тем, что он уйдет, да, соберет вещи и уйдет к родителям. И эта мотивация, она ваша. То есть, она связана непосредственно с вашими какими-то желаниями, с вашими какими-то потребностями. Вопрос в том, какими. Как правило, это страх, одиночество, это неуверенность, это зависимость от, ну, от партнера. Если у вас это есть, с этим нужно работать. А, низкая самоценка еще. Вот. Если у вас есть, то с этим нужно работать. Я ему сказал, что, так как у него отчетность на работе, то я не писал ему так часто, а с мамой не могу не общаться. Так. Ну, по поводу первой части, того, что у него отчетность, отчетность на работе, и вы не писали ему так часто, это оправданно. Я бы сказал же, что, мммм, обрадоваться не стоит, потому что вы себя, эээ, декретируете еще больше. Вот. И оправдываясь, по сути, вы, эээ, расписываете в своих ошибках, да, и, причем делаете это именно в такой форме, достаточно, достаточно унизительной для себя. Эээ, что, в общем-то, снижает ваш, эээ, ну, снижает, снижает уважение к вам. Вот. Эээ, поэтому именно в такой форме оправдываться не стоит. То есть, если вы считаете, что мужчина, к примеру, правда, то вы можете сказать, ага, все, окей, все, я поняла, прости, пожалуйста, я думал, это был занят, все, я теперь буду тебе писать. То есть, вот так. Это все-таки более, более такой, эээ, ну, самоценный подход. А то, что демонстрируете вы, это оправдывание, это детская позиция. И, соответственно, мужчина становится родителем. Если мужчина становится родителем, ну, к примеру, папой для вас, то, соответственно, вы для него дочь. И влечения к вам у него отпадают. А вы пишите, с мамой не могу не общаться. Это тоже очень интересная история. А, собственно, а по какой причине вы не можете с мамой не общаться? Тут вы ничего об этом не пишите, но от самого вот этого фраза, что я не могу с мамой не общаться, она вызывает подозрение о том, что вы от мамы зависимы. И что мама на вас влияет, и что вы в маме нуждаетесь. И, может быть, это одна из причин, по которой ваш муж так болезненно на это реагирует. Коли так, то вам нужно действительно от своей мамы отдалиться. Коли так, то вам нужно действительно пересмотреть отношения со своей мамой, потому что не могу не общаться с мамой, это не ответ. Это очень детская позиция, которая, опять же, не повышает к вам уважение. В итоге он милостиво меня простил, не разговаривал со мной два дня. Ну, здесь, опять же, полная, как бы, дискредитация вас. Да, то есть, почему-то вы позволяете себя милостиво прощать. Почему-то вы спускаете ему то, что он не разговаривал с вами два дня. То есть, все это, по сути, дискредитация вас. И все это вследствие вашей низкой самооценки и страхов. Страхов остаться одной. Именно страх остаться одной, как правило, двигает человека на построение таких отношений, где он находится в зависимости от своей мамы, как вы, в зависимости от своего партнера, супруги, как вы. Вот. Я могу ошибаться здесь. Не претендую на истину, потому что очень мало информации. Но я говорю о самых распространенных случаях. Да, то есть, это низкая самооценка, это страх одиночества. Соответственно, это отсутствие любви к себе и принятия себя. Вот. То, что вы вот пишете, что каждый день у плиты, да, соответственно, тоже косвенно указывает на то, что вы не работаете, и что вы сами не реализуетесь. Ну, то, что косвенно указывает на это еще и то, что вы говорите про работу мужа, и про то, что вы не можете ему часто писать, а сами, получается, вы не работаете. Отсутствие собственной реализации очень сильно влияет на вашу самооценку, очень сильно влияет на зависимость, на развитие зависимости от других людей, и, собственно, вы никак себя не обеспечили, никак себя не реализуя, в общем-то, и приобретаете неуверенность в себе чем больше, чем дальше, чем сильнее. Поэтому, если я прав, то я рекомендую вам обязательно в перспективе рассмотреть возможность собственной реализации, собственной независимости и, собственно, как-то вот вовлечение себя, да, в какое-то производство, в какую-то производственную деятельность, желательно творческую. Дальше. Сегодня я заикнулся об отдыхе, надо определяться, а то никуда не поедем. Ну, вот здесь у меня такое ощущение, опять же, что отдых нужен больше всего вам. Да, то есть, мужу, может быть, он и нужен, но инициаторам, как бы, этих моментов выступаете вы. Совершенно очевидно, в таком случае, при прочих равных условиях, да, то есть, при всём том, о чём мы говорили до этого, муж воспринимает это как, ну, как каприз, как каприз. То есть, если вы не работаете, если вы всё время находитесь дома, вот, то муж, вполне вероятно, распространённому очень стереотипу считает, что вы ничего не делаете, что вы отдыхаете, что отдых вам, в принципе, не нужен. А он, как человек работающий, да, в принципе, имеет право на отдых, ну, и на такой отдых, на какой он хочет, а не вы. Это позиция, с учётом того, что вы достаточно сильно и серьёзно себя дискредитируете в его глазах, да, и с учётом того, что вы, очевидно, зависимы от мамы и от него, ну, по сути, приводит к тому, что вы теряете всякое равноправие, и фактическое право голоса в обсуждении каких-то серьёзных вопросов. А, в итоге, он сказал, что не готов тратить такие суммы на отдых, как вы к этому относитесь, к тому, что он не готов такие суммы тратить на отдых. Если я хочу, то могу ехать с сестрой или мамой, или подругой, а он будет работать. Ну, в принципе, это его выбор. Опять же, это его выбор. Если вы человека любите, то вам выбор человека нужно уважать. Либо идти на его условия. Тут, как бы, вариантов нет, потому что, ну, мужа своего вы не переубедите. Я мягко сказал, что отдыхать ему тоже нужно, что за год мы можем позволить себе отдохнуть. Но, опять же, да, вот вам коллега указал, да, что вы могли сказать мягко, а он мог это воспринять как-то по-другому, но лично я считаю, что дело даже не столько в этом, сколько в том, что вы здесь играете, как бы, роль очень-очень нежавидную. С одной стороны, вы говорите ему, что ему нужен отдых. Как бы, окей, если это забота, если это, если мышина действительно много работает, это уместно. Хорошо. Но, в купе, в купе с тем, что вы описываете до этого, описывали до этого, это выглядит как просто-напросто манипуляция, это просто выглядит как последнее такое средство, типа, вот тебе тоже нужен отдых, поэтому поехали. Хотя, вы не знаете, может быть, для мужчины отдых – это работа как раз-таки. Вот. То есть, такое впечатление, опять же, что вы за счет того, что это нужно мужу, продвигаете свои интересы, а свои интересы прямо вы не выражаете. Точно так же, как с плитой, да, вот, вы у плиты каждый день стоите, и он думает, муж ваш, что все в порядке. Он думает, что все хорошо, он думает, что у вас все устраивает. А когда доходит дело, к примеру, до того, чтобы на отдых готовить, вы ему говорите, «А, я целый день у плиты стою, я не хочу готовить», и там уйдет становится открытием, причем открытием неприятным, потому что вы изначально обратную связь ему не давали. То есть, самое здесь, к примеру, вы хотите отдохнуть, ну, так дайте ему обратную связь, что вы хотите отдохнуть, что вы хотите отдохнуть, не мы, а вы – это разные вещи. Дальше, он сказал, что не понимает, как так можно брать такие суммы, и ушел на работу. Опять же, как вы к этому относитесь? А я сижу и плачу, потому что как? Потому как очень устал, а быть всегда виноват. Понимаете, во-первых, слезы – это жалость к себе, что говорят о том, что вам не хватает любви к себе, что вам не хватает принятия себя, что неудивительно, в случае там того, что вы много делаете себе во вред. То есть, чтобы перестать себя жалеть, нужно перестать себе вредить. Это первое. Второе. За свои желания необходимо брать ответственность. То есть, плач – это обида. Обида – это завышенное ожидание. Завышенное ожидание – это желание, которое вы хотите реализовать через другого человека, в данном случае через своего мужа. Но муж не должен ваше желание удовлетворять. Именно так строят отношения взрослые люди. Поэтому тут как бы тоже нужно разбираться с вашими обидами. То есть, а чего вам обидно, почему вы плачете и так далее. Далее. Очень устало быть всегда виноватым. Виноватым вас никто сделать не может. Виноватым вы можете почувствовать только сами себя. И вот получается, что вы себя вините. Если не постоянно, то периодически. Чувство вины – это всегда голос совести, так сказать. А голос совести – это всегда голос родителя. Голос родителя в нашей голове. Соответственно, при том условии, что вы не можете не общаться с мамой, можно сделать вывод, что обвиняете вы себя голосом мамы. То есть, именно мама обвиняет вас в том, что происходит. Именно по причине того, что в вашей голове звучит голос мамы, вы чувствуете себя виноватым. Не за мужа, не за того, что кто-то вас делает виноватым. А вы сами. Вы сами, взаимодействуя с мамой своей, по сути, обрекаете себя на периодические обвинения какие-то. Что достаточно негативно сказывается на вашей привлекательности как женщина. Дальше. Для меня важно поехать отдыхать вместе. Понимаете, Анна, для вас важно поехать вместе именно вам. Вам это важно, но не мужу. Если вы любите мужа, вы думаете о нём, и вы ориентируетесь на него, вы делаете как лучше для него. Но если то, что лучше для него, хуже для вас, то вы делать это не будете. То есть вам нужно принять до конца то, что его хотите вы, и принять до конца то, что его хочет он. И искать взрослые пути решения. В данном случае, когда вы говорите, что для меня важно поехать отдыхать вместе, это детская позиция. Вот я хочу и всё тут. И мне как бы всё равно. Хочет муж ехать отдыхать, не хочет муж ехать отдыхать. А его предложение, которое он предложил, вы оттолкнули, вы отклонили, потому что вам готовить тяжело. А готовить вам тяжело, потому что вы не смогли организовать свою хозяйственную деятельность и работаете на износ. Вот и всё. То есть получается, что ответственность за себя вы перекладываете на другого. А необходимый залог успеха в отношениях это личная ответственность, это принятие личной ответственности. Дальше. Для меня это не для меня, что вместе не отдыхают. Ну, тогда вам нужно искать такого мужчину, который считает так же, ибо ваш муж считает по-другому. Вы либо принимаете его позиции, либо меняете свою. Я его очень люблю. А что для вас любовь? Что для вас любовь? Как вы любовь понимаете? Как любовь проявляется по отношению к вашему мужу? А мои силы на исходе, а на что они тратятся? На что тратятся ваши силы? Куда они уходят? Я не могу бороться с его тараканами в голове. Но вам и не надо бороться с его тараканами в голове, ибо его тараканы это его тараканы. Вам важно показать, что если его тараканы вам вредят, то какое-то вред и что вы будете делать. А бороться с тараканами не надо. Потому что здесь вы опять же принимаете роль как бы уже спасителя. Вот. То есть по факту, по факту вы продолжаете находиться в том же треугольнике Карпмана, что и ранее. Только теперь еще немножко в другой ибо сейчас. Если раньше вы были жертвой, когда стояли в газине плиты ихки, и когда вы постоянно были виноваты, и когда вас постоянно прощали. И два дня с вами не разговаривали. Вот. То теперь вы вроде как уже спаситель, да? И пытаетесь, в общем-то, своего мужа спасти. Выставляя себя спасителем и говорят, типа, вот у него тараканы, он не хочет отдыхать, он боится брать суммы. Ну, просите, просите. Не надо никого спасать, не нужно быть всей либо жертвой. Это отношения деструктивные. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Вопросов никакого вы не задали. Поэтому здесь, как бы, история только такая, что вы будете по-взрослому решать, как бы, как бы, проблему. Да? Просто не хочешь, может, спратить какие-то суммы на отдых. Значит, не нужно это делать. Потому что даже если он попратит, он уже не будет отдыхать. Если он не будет отдыхать, то и вы не будете отдыхать. И если вы его действительно любите, то вы уходили, чтобы он был в шляжках. А если он не будет делать того, что он хочет, то он и не будет счастлив. Поэтому определите, для чего это все, для вас или для него. Если для вас, то сделайте в первую очередь для себя. Если для него, то сделайте в первую очередь для него. Если хотите, чтобы для вас и для него, то ищите компромисс. Ищите компромисс. Компромисс нужно искать. Искать в том, что не играет первостепенную важность, первостепенное значение для человека. Вот и все. К примеру, вас устраивает Краснодарский край, и его устраивает Краснодарский край, вас не устраивает только то, что вы не хотите готовить, ну так решите этот вопрос, и всё. Решите этот вопрос, и этот вопрос решается гораздо легче. Но для этого нужна взрослая позиция, для этого нужна уверенность в себе. Для этого нужно учиться общению, учиться навыкам общения. В этом мы можем вам помочь. Как можем помочь гармонизировать ваши отношения и разобраться в себе. Но это вообще определенная работа. Затем мужа вы не заставите ехать на отдых, а если заставите, то будут скандалы, будут игнорирования, будут угрозы и будет шантаж. Если вы этого хотите, я не уверен. Подумайте, чего вы хотите для своих мужей и для себя. И, в общем-то, если вы не делаете чего-то для себя, то вы не делаете чего-то и для мужей. Не может человек, который не заботится о себе, а у меня нет ощущения, что вы о себе заботитесь, что вы себя любите. А полноценно любите, заботится о своего партнёра, но не может. Поэтому любовь ваша представляется для меня несколько не только сомнительной. Я верю, что вы его любите. Я верю, что вы считаете, что вы любите. Но любите ли вы его на самом деле или вы в нём нуждаетесь, это уже вопрос. Кроме того, если вы не можете не общаться с мамой, то очень может быть, что вы постоянно чувствуете себя ребёнком. А как я уже сказал, если взрослый человек видит в своём партнёре ребёнка, то ему очень тяжело будет воспринимать его всерьёз, и уж тем более воспринимать как женщину. Вот, кстати, а чувствуете ли вы себя женщиной, Анна? Ну, на постоянной основе. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.